В России взрываются склады, горит все подряд, прилетают беспилотники. И не простые, а украинские. Большие кары. В Кремле испугались ядерных учений, то ли своих, то ли на самом деле тех, которые собирается проводить НАТО. И показывают, мы тоже можем. А Зеленский показывает план победы всему миру и Европе. И ждем мы все совместно разрешения бить по этим складам не только нашими дронами. Обо всем этом и не только, а также о наступательном потенциале россиян. Говорим прямо сейчас. Зовут меня Ирина Узлова, Зену Ян Матвеев, военный аналитик. Ян, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Добрый день. Ну что ж, генсигната Марк Рютте, который решительен в своем поведении и в своих заявлениях, заявил, что в принципе использовать дальнобойное западное оружие для ударов вглубь страны агрессора это законное юридическое дело и Украине вполне возможно это позволит. Но есть нюанс. А какой? Давайте вместе послушаем. Что сказал Рютте, кстати, после встречи с Зеленским и Киром Стармером, премьером Британии. Вернемся к обсуждению. Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но будут ли это делать отдельные союзники? В конце концов, всегда зависит от них. Мы обсуждали этот вопрос, обсуждался в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Никаких изменений в вопросе дальнобойности для Украины пока нет. Ян, а вот тем, что ищут лазейки, то ли это должны делать отдельные союзники, то ли вместе, то ли все зависит от одного, от другого, от третьего, пятого. И вопрос этот все-таки затягивается по тем или иным причинам. Не кажется ли нам, что таким образом Запад стимулирует просто Путина и подобных ему агрессоров масштабировать свою войну и идти дальше, дальше и дальше, пока нам не разрешают быть глубже, глубже и глубже? Ну, безусловно, в любом случае, любые подобные ограничения, самоограничения в каком-то смысле, потому что украинские-то военные и цели уже обозначили, и готовы к этим ударам, но, соответственно, и США, и Великобритания, и Франция, вероятно, они, по сути, сами себя ограничивают в борьбе с Путиным, с путинской армией, и, действительно, они таким образом показывают некоторую слабость, несмотря на то, что при всех своих угрозах, сколько там было разговоров про все эти красные линии, ничего так и не изменилось, и ВСУ просто всеми своими силами, всеми своими возможностями показывает, что никаких красных линий нет. Однако вот западные союзники все равно предпочитают относиться к путинским угрозам, наверное, слишком серьезно. Я думаю, что относительно США сейчас вопрос стоит в выборах, то есть, может быть, американское правительство действующее, которое надеется победить Трампа и сохранить пост за демократами, оно просто не хочет делать каких-то резких дополнительных движений, которые могут привести к чему-то, что им помешает. Ну и, соответственно, когда Камала Харрис выборы выиграет, может быть, и решения будут более активными, и в целом кабинет будет более решительным. Мне нравится ваша перспектива и прогноз, что Камала Харрис выиграет выборы. Пусть на этом тогда и фиксируемся, и будем ждать. До 5 ноября уже, конечно, учитывая, сколько мы ждали до, осталось не так-то и много. Ну а о перспективах того, что нам это открывает, мы будем бить действительно по сходам, и не только мы с вами уже не единожды обсуждали в наших эфирах. Вот, кажется, какой-то ответ, по крайней мере, демонстрация. НАТО готово и способно реагировать. Марк Рютте также сказал на своей пресс-конференции, после коротком общении с журналистами, после встречи с Зеленским и Стармером, о том, что Альянс объявил масштабные ядерные учения. Вот такая ответочка России. 25 сентября, напомню нашим зрителям, российский бункерный сидит, говорит, что будет обновлять ядерную доктрину, то ли на словах, то ли на деле. Ну и вот заявляет Марк Рютте, новый генсик НАТО, о том, что в понедельник, 14 ноября, коллективный блок НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию. Речь идет о регулярных учениях под названием «Стетфастнун», которые проводятся уже много лет, но, тем не менее, сейчас они опять будут в нестабильном мире. Крайне важно, чтобы мы испытали нашу оборону, говорит Рютте. Это показательное выступление или тоже такой намек Кремлю? Вспомните, посмотрите, у нас тоже есть ядерка. И занервничали ли в России, как полагаете? Я думаю, что вряд ли сильно занервничали. Ну, то есть как, они всегда, в принципе, нервничают, и вот эта их активность в ядерном вопросе как раз это и показывает, потому что, когда ты спокоен, ты и не будешь размахивать никакой ядерной дубиной. А если тебе нужно постоянно ее доставать и всем напоминать, ага, смотрите, вот, у меня есть ядерная бомба, то, наверное, это все-таки на что-то указывает. Учения НАТО, как вы сказали, они регулярно проходят, поэтому я не думаю, что они как-то были специально, да, подстроены подо все это, но в любом случае посмотрим еще. Наверняка они будут более масштабными. Плюс я еще не смотрел, но будут ли принимать в них участие новые страны НАТО? Скорее всего, да. Та же Финляндия, например, а это уже огромная граница непосредственно с Россией, которой раньше не было. И это такой довольно серьезный вызов, в том числе для российской обороны против НАТО, да, они же как-то выстраивают свои планы для противодействия НАТО. И вот такое тоже будет очень серьезное заявление от стран НАТО, что вот, смотрите, у нас и теперь и площадь соприкосновения, так сказать, увеличилась, поэтому и возможная угроза для России тоже выросла. Я думаю, что, безусловно, Путин об этом думает. Он, судя по всему, любит думать о противостоянии НАТО и ядерном противостоянии. Поэтому, конечно, это будет в том числе важный для него сигнал. Да-да, конечно, любит. Он же вообще постоянно говорит, что все НАТО его атакует просто-таки. Как куда же без этого? Он же защищается. Просто мы не совсем это поняли, потому что на нас он почему-то нападает в этой своей оборонительной защите. Странно как-то. Ну вот обсуждали мы, что Форбс писала и не только, что Россия, готовясь к разрешению бидельно-обойным оружием по ней, собственно говоря, 90% своей авиации перебазировала. Да, но мы тоже говорили, что не прям так возможно, что все 90-е. И вот мы видим, что российский айдром Ханская. Прилетик там, прилетик дрона. Возможно, Боберка, говорит наше главное управление разведки. Знаю, что и вы, Яна, на своем телеграм-канале карты и стрелочки анализировали. Друзья, кстати, заходите, подписывайтесь на телеграм Яна. И вот видим, что, как сообщает Генштаб, помимо того, что заполыхал там склад с боеприпасовыми или с топливом, на военном объекте базировались еще и самолеты. Могли базироваться Су-27 и Су-34. А вообще, возможно, как сообщают наши источники в Главном управлении разведки, 57 воздушных суден Российской Федерации могло находиться на этом аэродроме. Там и Су-34, и Даймонды, и Л-39, и Су-35С, и Ми-8. Мы первый раз, фигурирует название этого аэродрома в наших ударах прицельных. Ян, расскажите, пожалуйста, что мы должны о нем понимать, к чему он раньше готовился, что на нем сейчас и последствия поражения, известные сейчас в паблике, о чем говорят? Этот аэродром раньше был действительно не на слуху, потому что вообще он относился к учебным. Там базировалось довольно много самолетов Л-39, если по спутниковым снимкам посмотреть, учебных. И он находится на относительном отдалении от линии фронта. И в целом он такой небольшой и не использовался активно российскими ВКС. Но я думаю, что с недавних пор как раз туда была перебазирована часть самолетов. Возможно, из оккупированного Крыма, возможно, из других аэродромов, которые находятся ближе к фронту, как раз по которым часто наносится удар. То есть, естественно, когда авиация перебазируется, она не только летит в какое-то одно место, но и распределяется по разным аэродромам. Это усложняет логистику, но, соответственно, делает ситуацию несколько безопаснее. Поэтому если посмотреть на даже свежих спутниковых снимках того же Sentinel, например, там можно разглядеть как раз самолеты, похожие на Су-34, например. Там просто разрешение у снимков не очень большое. Но я думаю, сейчас после атак мы в ближайшее время увидим от специалистов по этим вопросам как раз уже более детальные снимки и поймем, что за самолеты там были. Но, судя по всему, это были как раз бомбардировщики Су-34 и какое-то их прикрытие. Может быть, Су-27, может быть, Су-35, Су-30. Разные истребители, которые с ними обычно летают. Так что этот удар был по, по сути, действующему военному аэродрому, который выполняет задачи военные. Горело там довольно сильно, а значит, это точно не трава, не какие-то там деревья рядом с аэродромом, ничего такого. А действительно, очень было похоже на топливо. Были еще взрывы, значит, могли быть и боеприпасы. Ну, авиабомбы, скорее всего, или ракеты. Да, конечно, российские каналы пытались выставить, что ничего не произошло, никаких повреждений нет. Но дыма было столько, что вообще-то эвакуировали целый населенный пункт, который рядом находится. Поэтому я не думаю, что ничего уж не произошло. Только что вот единственное, мало кадров с места теперь мы получаем, потому что после, наверное, последних полгода ужесточили, видимо, как-то все правила, не правила, может быть, проверяют. Просто часто раньше появлялись в паблике фотографии и видео от самих пожарных, которые приезжали на вызов и снимали, ну и потом это все утекало. Сейчас, возможно, какие-нибудь ФСБшники или кто-то тщательно за этим следит, поэтому таких кадров уже практически никогда не появляется. Ну, может быть, когда-нибудь всплывут. В любом случае, увидим спутник, посмотрим, что там было повреждено. И еще один важный момент. На одном из видео, которое снимают очевидцы, издали, но там хорошо слышно и взрывы, и работу ПВО, и самое главное, реактивные, собственно, звуки реактивных самолетов, видимо, это как раз те истребители, бомбардировщики, которые были на аэродроме и начали взлетать во время атаки, чтобы, собственно, не попасть под удар. Это тоже обычная тактика российских ВКС. Да-да, дыма, как говорится, без огня не бывает. И тут мы увидели, я еще люблю, я ночью, когда лук горит. Лук не страна, а палисадник просто-таки. Ну, вот тут горело. И мы, впрочем, на тех немногих, но весьма ярких, показательных и красочных по риторике также видео услышали не только звуки взрывов, а еще и реакцию на них россиян. Они там говорили, мамочки, настоящая война, и вспоминали просто всех родственников. И Господа Бога, правда, не вспоминали, но потому что ФСБшная церковь, конечно, видимо, этого не предполагает. Зетвоенкоры, насколько вы также сообщали, критиковали пропаганду, которая говорит, что ничего не происходит. Но вот эта реакция и общества, и Зетвоенкоров, которые говорят, да-да-коле, почему ничего не защищено, она же не приведет к каким-то вдруг резким действиям от Министерства обороны Белоусова, который сейчас начнет просто грудью защищать все военные объекты. Ведь именно ими, а не лугами, усеяна Россия. Ну, им просто, во-первых, не особо есть чем защищать. То есть не то, чтобы у них стоит какой-то огромный парк систем ПВО, и они вот не знают, куда их поставить. То есть их действительно не хватает. И всегда можно отправить дополнительное ПВО на фронт. Всегда есть необходимость защищать резиденции Путина, многочисленные, вокруг которых просто десятками ставят зенитно-ракетные комплексы. Поэтому всегда нужно учитывать, что есть украинские дроны, которые прорываются вглубь России, да, вот не по южным регионам куда-то бьют, не по военным объектам, которые находятся вблизи, а, скажем, там, по тому же заводу в Татарстане, заводу беспилотников «Шахет». Соответственно, там надо держать ПВО. В общем, это все очень сложно, очень дефицитный ресурс, эти зенитно-ракетные комплексы. И в этом и был, в принципе, смысл распределять самолеты по каким-то дальним аэродромам, чтобы затруднить возможности ВСУ, то есть вот чтобы они просто там не знали, где находятся самолеты. Пока дроны летят до этих аэродромов, они, соответственно, попадают в зону действия ПВО, которая находится ближе, не рядом прямо с аэродромом, а на пути где-то. То есть расчет был примерно такой, то есть чем дольше дрон улетит, чем сложнее у него маршрут, тем больше вероятность того, что он либо там промажет, не долетит, либо его где-то там по пути собьют. Но вот не всегда это работает. Безусловно, нужно тоже понимать, что подобные операции по ударам там по аэродромам, по складам, беспилотниками, они довольно сложные. И если результат достигнут, это значит, что было приложено много усилий. И не факт, что это вот получилось с первого или даже с десятого раза. Тоже надо понимать. Но так или иначе, мы видим, что ни нефтебазы, вот даже в Феодосии горит, насколько я понимаю, до сих пор даже. Я сегодня пока не видел сообщения о том, что ее все-таки потушили, ну или догорело. То есть, да, ни нефтебазы, ни нефтеперерабатывающие заводы, ни склады, ни аэродромы полноценно защитить ПВО у российской армии не получается. И я думаю, что вот такими темпами не получится, ну, в обозримом будущем никогда. То есть, до конца этой войны, как бы, когда бы она не закончилась, все равно будет оставаться ситуация, что украинские беспилотники, а может быть в будущем и различные ракеты западные, будут прилетать, будут уничтожать эти объекты и защитить их целиком, и прям накрыть постоянным каким-то куполом, непробиваемым, просто нереально. Никто и не спешит, как видим, да и не о чем, как мы поняли. Вспомнили мы о шахедах, о них сегодня и в России вспоминали, точнее, вчера вечером, точнее, вспоминали об отсутствии теперь 400 беспилотников, которые, судя по всему, были разнесены, как мы любим писать в заголовках, под Ейско. В СУ говорят, это тоже были мы, это звонила я, да, и не только будут звонить, а еще и бомбить. Значит, Ян, что мы должны понимать о том, что, как этот склад, который 400 штук, ничем не прикрыт, как мы можем получать информацию? Работают партизаны, я так понимаю, ну и 400 беспилотников, немного, не мало на урон? Я думаю, что за этим складом следили, возможно, и люди на месте, возможно, также там со спутника или с беспилотников разведывательных. Собственно, как проходила доставка, видимо, просто разведка же, ну, она же не ищет какого-то, знаете, там, отчетности, да, сколько там лежит. То есть это может быть постоянное, длительное наблюдение, во время которого и ведутся все эти подсчеты. То есть сколько привезли беспилотников, сколько увезли, что там происходит, где это место и так далее. Ну и вот по итогу происходит атака, причем в самый такой подходящий момент выбирается, когда беспилотников на этом складе максимальное количество. Ну вот сообщают украинские источники как раз о 400 штуках. Сложно оценить без спутникового снимка, конечно. Плюс надо смотреть, да, то есть боевые части могут быть отдельно, сами дроны отдельно. И, наверное, дроны все-таки ценнее, чем боевые части, потому что боевая часть — это просто взрывчатка. Она, ее, конечно, тоже отдельно готовят, она непростая, ее нужно сначала сделать, потом закрепить на этом беспилотнике. Но все-таки основная часть, да, дрон с двигателем, система управления, она более трудоемкая, и, наверное, уничтожение именно самих дронов — это даже ценнее, чем вот этой вот боевой части со взрывчаткой. Посмотрим, я думаю, тоже появятся рано или поздно спутниковые снимки. В принципе, ситуация выглядит довольно реалистично, то есть то, что это действительно был склад именно дронов-шахет, ну, потому что теоретически, да, по взрывам можно подумать, что там или какие-то другие снаряды были, ракеты могли быть, еще что-то. Но мы знаем, что из южных регионов России плюс из оккупированного Крыма часто отправляют, запускают эти беспилотники. И как раз такое место было выбрано довольно неприметное. Какие-то старые складские помещения очень похожи на то, что, да, действительно, они там и могли быть, эти беспилотники. Тем более, что раньше их складировали прямо в Крыму. Может быть, вы помните, что где-то под Севастополем, я сейчас точно места не помню, как раз наносили удар и уничтожили там штук 50 тоже беспилотников-шахет. Это было еще летом. Ну, вот, возможно, решили не складировать больше в самом Крыму, потому что там опасность еще выше. Туда как раз-таки могут прилетать и не только беспилотники, или там украинские ракеты «Нептун», например, но и там британские «Стормшедоу», да, потому что по Крыму им не разрешено бить, а вот по Краснодарскому краю пока еще нет. Пока, пока еще нет, но, по всей видимости, что это вопрос только времени. И пока у нас получается бить и дроны уничтожать, у россиян как-то не очень все бьется, причем в прямом и приносном смысле этого слова. Агентство Associated Press проанализировало примерно 2000 российских атак, постарались на Украину, которые были осуществлены с 29 июля, и пусть потом кто-то скажет, что это не геноцидная война. Выяснили, что около 95% ян беспилотников не поразили ни одной видимой цели российских, ни одно 95%. Большой процент неудач, говорится в материале, может быть связан либо с улучшением украинской противовоздушной обороны, хотя эксперты, в частности, организация «Олбрэ» считают, что это также может быть связано с низкоквалифицированной рабочей силой, в которую просачивается низкое мастерство. Ну так, по-душевному написали, значит. А с чем действительно может быть связан такой процент неудач? И пусть он, конечно, сохраняется. Я думаю, он связан с тем, что сами по себе шахеды больше не модернизируются практически. То есть был какой-то момент, когда российские военные пытались очень сильно улучшить эти беспилотники. Они использовали систему мобильной связи, например, то есть устанавливали мобильные модемы, которые ловили интернет, влетая на территорию, в небо над Украиной. И, соответственно, там украинские симки стояли. Я уж не знаю, как они их там доставали или как-то обманывали систему, но так или иначе. Логика была в том, что, подключаясь к интернету, мобильному дрон мог уточнять свое местоположение и, соответственно, лететь гораздо-гораздо точнее по очень уже такому сложному маршруту. Но в последнее время я не слышал ничего об этом. То есть, возможно, они эту историю приостановили, потому что это в любом случае очень... Ну, в больших масштабах это очень дорого, очень тяжело каждый дрон оснастить этим модемом. Сим-карты, да, он же одноразовый, то есть он не вернется уже, то есть это вот в один конец. А их отправляют реально тысячами за последнее время, если так вот, да, несколько месяцев просуммировать. И производят их тоже сотнями в месяц, там в районе 500-600 штук, может быть, в месяц, а то и больше, и на всех не напасешься вот этих вот сложных систем. Поэтому я думаю, что российские воины решили поступать с этими беспилотниками точно так же, как они поступают с солдатами на поле боя. То есть использовать просто как такую грубую силу, отправлять волнами и в основном применять для... Ну, для перегрузки ПВО, так скажем. То есть когда все внимание уходит на вот это огромное количество этих дронов, плюс летят еще ракеты, которые более высокоточные в любом случае и более смертоносные, потому что там, скажем, беспилотник Шахет несет там от 50 килограмм взрывчатки, есть более снаряженные версии, насколько я помню. Но так или иначе, да, а крылатая ракета Х-101 нанесет 450 килограмм взрывчатки, это все-таки практически в 10 раз больше. Естественно, она может нанести больше разрушения. Ну и вот такая у них тактика, то есть запустить много дронов, небольшое количество ракет, потому что их много нет, и вот попытаться этими ракетами поразить какую-то цель, то есть а какая цель там уже зависит от самой атаки, либо они метят там в инфраструктуру, либо просто в город и так далее. Поэтому вот к дронам Шахет как будто бы российские военные стали относиться как к такому мусору, можно сказать, и действительно их сбивают вроде как все лучше, просто потому что украинские военные все лучше понимают, все более опытные становятся, они знают, как сбивать эти Шахеты, где их ждать, там все их параметры, в общем, уже изучили, подстроились под них, и они являются для них удобной целью. Поэтому их так быстро и сбивают. Ян, а в то же время массированных атак, или таких даже массированно-комбинированных, мы не видели с 4 сентября где-то. Как думаете, к чему аккумулируют? Ведь понятно, что ракеты есть и готовятся. Я думаю, ждут холодов. Это, в принципе, наверное, самое логичное, что приходит в голову. То есть та же тактика, что была и два года подряд. То есть они ждут холодов, когда начнется напряжение в энергосетях более серьезное. То есть люди-обогреватели, условно говоря, включат. Плюс будут работать на большую мощность все станции, которые, собственно, обеспечивают горячую воду. И вот тогда они начнут по этому всему, по всей этой инфраструктуре бить. Ян, но тем не менее и мы тоже к холодам готовимся. И те зимы нам удалось пережить, слава богу, без большого количества блэкаутов. И не только из системы ПВО приходят. Вот Германия, Айрис Ти, еще передала две установки. На что тогда рассчитывают россияне, если у нас будет небо прикрыто больше даже, чем те годы? Ну, они просто... Ну, у них расчет-то простой. Просто вот массовость и все. То есть они вбросят большое количество этих летающих боеприпасов, барражирующих или дронов-камикадзе, как их можно назвать. А там уж как пойдет. То есть у них нет какого-то расчета. Понимаете, они не выстраивают свои планы относительно реальности. То есть да, вот там у Украины столько-то ПВО, значит нам надо сделать столько-то дронов. И поэтому, когда мы все их запустим, значит столько-то дронов собьют, а столько-то пролетят дальше. Нет, они просто... У них задача, значит, делаем как можно больше, запускаем как можно больше, и, значит, там как пойдет. То есть попадет в электростанцию, значит там задача выполнена. Попадет в жилой дом, все равно. То есть и вот по такой логике они и действуют. То есть у них стоит основная задача, всеми силами пытаться разрушить Украину в целом, как государство. То есть понятно, что в разное время получаются разные приоритеты. То есть вот сейчас будут холода, значит их приоритет попытаться оставить Украину без света, без тепла, без воды. То есть когда отключается электроэнергия, это же еще и подача воды тоже отключается, что просто жизненно необходимо. То есть без света еще можно в городе там даже находиться, там без тепла можно как-то попытаться перекантоваться, что-то там в частном порядке сделать. А без воды как вообще существовать, да? Особенно в городе, где нет колодца, где ты можешь прийти там сам набрать воду или что-то такое. Это очень опасно, очень серьезные проблемы. Ну вот у них, значит, такая логика. То есть мы можем сейчас, значит, вот так надавить на украинцев, значит будем бить по энергосистеме, по тепловыделяющим мощностям и так далее. А вот как бы чего они достигнут, какой будет результат, сколько дронов собьют, это их не особо волнует. То есть они просто пытаются в любом случае максимизировать свои возможности. Ими, как я уже сказал, не делают каких-то сложных прямо конструкций. То есть они пытаются максимально все упростить. То есть простые дроны, шахеды, мы же видим, что они за эти, ну сколько получается, уже два года их используют или даже больше, когда первые иранские дроны, они начали вот эти шахеды использовать. Они же никак их вообще не изменили. То есть если посмотреть на украинские беспилотники Камикадзе, как они изменились с первых дней, да, когда начали использоваться до нынешних моментов, то есть это очень серьезный прогресс во все стороны. То есть разные модели, с разной дальностью, с разной боевой частью. Там очень-очень большой такой спектр дронов. А российские инженеры что? Они взяли просто иранский шахед, чуть-чуть его модернизировали, подстроили под свои условия. Судя по всему, делают немножко из других материалов. Именно поэтому, видимо, они черные все-таки. Это главная, наверное, причина. Ну и все. Он там, форма такая же, боевая часть там плюс-минус такая же, все системы такие же. То есть, хотя за это время, по идее, если бы они стремились к каким-то дополнительным улучшениям, разработкам, они, конечно, могли бы его переделать. Но они даже не пытаются этого сделать, потому что задача какая? Вот просто задавить массовостью. Да, да, Ян. Даже при этом в Иране модифицируют свои же беспилотники. Ну и россияне, впрочем, зачем? Не модифицируют они свою тактику никоим образом. Продолжают местными штурмами. Пусть даже Ютуб не очень любит эту фразу, но, тем не менее, оно же так и есть, да, штурмовать наши позиции. И сразу несколько материалов выходит на тему бесконечных потерь Путина для пировых побед. Политико пишет о том, что войска в обмен на территорию в сентябрь стал для Российской Федерации самым кровавым. Сначала полномасштабное вторжение в Украину месяцем. Но Путину на это, собственно говоря, плевать, как мы с вами прекрасно понимаем. Добиваются неких успехов территориальных, констатирует политико россияне на востоке Украины, но это обходится им очень дорого. Наши эксперты подсчитали совместный проект «Обозреватель ЮЭИ» нашего издания и группы «Информационное сопротивление». Эксперты военные, с которыми мы также работаем, Константин Машовец, Александр Коваленко, что с 10 октября 2023 года, когда россияне активизировались по многим направлениям не только Авдеевская, но и Кураховская, Краматорская, Северская, Лимонокупинская ось. Самым успешным в плане продвижения стала Авдеевская, в настоящее время так называемая Покровско-Кураховская. Но это «успешная» в кавычках, исключительно в сравнении с другими направлениями, они по сути. Подсчитали наши эксперты, что за год масштабных боевых действий российские оккупационные войска от крайней точки по линии боестолкновений по состоянию на 10 октября 2023 года прошли к сегодняшнему дню аж 29,5 километров. Ценой бесконечных потерь до 100-120 тысяч личного состава. За год кровопролитной бойни, концентрации двух групп войск, юг и центр, нескольких армий, боеспособных бригад. А вот эти вот потери, продвижение на чуть более 29 километров вглубь только лишь Донецкой области, как они вообще коррелируются? И готовы ли россияне и дальше платить за такое и действовать в том же свойственном духе или будут что-то менять? Я думаю, что Путин не хочет ничего менять, его все устраивает. То есть, во-первых, надо понимать, что Путин как диктатор, он комфортно существует в условиях войны, то есть ему все отлично, он бы не хотел это, скорее всего, заканчивать. Ну, либо заканчивать это полным разгромом Украины и тогда смотреть еще куда-то, может быть, начать какую-то другую войну, после какой-то короткой передышки, либо продолжать воевать сколько угодно, потому что пока идет война, можно все ей оправдывать, буквально все, что угодно, и очень многие люди, которые находятся в таком пограничном состоянии, они готовы на это, можно сказать, покупаться. То есть это, конечно, очень плохо, но пропаганда так или иначе работает, и контрпропаганды недостаточно, к сожалению, чтобы убеждать этих людей, что все на самом деле плохо. Но вот они думают, что, значит, раз война, раз, значит, Родина воюет, поэтому можно где-то поприжаться, где-то можно потерпеть. То есть какие-то моменты, которые раньше, возможно, вызвали бы гораздо более сильную негативную реакцию относительно власти, да, а как вы смеете, да как вообще это возможно. Сейчас вот есть ответ, а война идет. Поэтому, значит, можно. То есть любые репрессии. Но это, в принципе, это обычная ситуация для любой диктатуры. То есть она стремится начать какую-то войну, чтобы оправдывать свои преступления. И тут Путин вообще никак не оригинален. Поэтому пока он может картинку вот эту вот рисовать достаточно позитивную для себя, пока он может выйти и сказать, а мы, значит, освободили, да, как он говорит, еще там 10 квадратных километров, он считает, что все хорошо. Он всегда умалчивает, да, какой ценой это происходит. Даже если не брать какие-то там подсчеты независимых аналитиков, украинских аналитиков, там, западных. Просто Z-каналы пишут об огромных потерях. То есть это правда, и никто это не скрывает, все это понимают. Ну, Путин, естественно, об этом умалчивает. А что касается темпов наступления, я вам даже больше скажу. Есть очень такое показательное сравнение. На этой неделе я его делал. На стриме об этом рассказывал. Сначала этого года, да, после того, как вот все там Z-каналы рассказывают, что да вот, российская армия наступает там каждый день, значит, территорию занимает и так далее. Да, действительно, было захвачено около полутора тысяч квадратных километров, если так грубо посчитать. Может быть, чуть больше. При этом там украинская армия, например, в Курской области заняла что-то около тысячи с лишним тоже. Да, более тысячи ста километров квадратных. Да, 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 да. Но при этом я просто сравнил это с той площадью, с той территорией, которую украинская армия освобождала в Харьковской области, когда освобождала Изюм, Балаклею, в 22-м году осенью. Там было освобождено 11 с лишним тысяч квадратных километров. То есть, грубо говоря, получается, чтобы просто занять такую же территорию, нужно где-то лет 8 еще российской армии, вот таких вот, как 2024 год, чтобы просто вот занять столько же. Да, это к вопросу о масштабах ситуации. Да, все ли прям настолько плохо или как бы не совсем, да. То есть, такими темпами неизвестно вообще сколько лет потребуется российской армии, чтобы захватить даже Донецкую область, оставшуюся ее часть, да. Там, наверное, я сейчас по площади не скажу, но там чуть меньше, наверное, половины осталось от Донецкой области, которая сейчас не оккупирована российской армией. Естественно, есть много разных факторов, которые могут там привести к ускорению наступления российского, но сейчас мы, наоборот, видим, как оно замедлилось. И вот, ну, это тоже факт, можно просто посмотреть на карту, даже на карту российских источников, если посмотреть тех же задканалов, там ровно такая же ситуация. Там, да, вот, например, там, Цукурина захватили, но поселок Горняк как оборонялся, так и обороняется, и захватить его не могут. Да, вокруг Селидова сложная обстановка в УСУ, но, опять-таки, в город зайти российская армия не может. Напротив Покровска тоже приостановились, да, там Гродовка захвачена, да, там прошли дальше от Новой Гродовки, но остановились и уже вторую неделю стоят и продвинуться дальше на Запад не могут. Ну и так далее. То есть почти везде, вот, наверное, примерно полторы-две недели последние продвижения либо совсем минимальные, либо их нет вообще. То есть исключение это Углидар, он был захвачен, но и тоже после Углидара, там нет какого-то стремительного прорыва, какого-то прохода российских войск, там вот они плюс-минус заняли часть Золотой Нивы, небольшого совсем села к западу от Углидара, но тоже это, в принципе, было понятно, что они захватят эту территорию и так, потому что там восстановка так складывается, Золотая Нива на южном берегу реки Кашлагач, ее там оборонять очень тяжело было бы. Ну и действительно там реально одна улица и может быть там два десятка домов, не то чтобы какой-то большой населенный пункт. Поэтому, в принципе, вот сейчас должна погода ухудшиться на фронте, и я думаю, что, наверное, российские войска попробуют еще атаковать, но есть ощущение, что если не будет каких-то прям кризисов украинской армии локальных, если не будет каких-то серьезных ошибок командования конкретного, на конкретных позициях и каких-то серьезных прорывов из-за этого, то вряд ли у них получится очень далеко продвигаться, и такими же темпами тем более. Ну да, восемь лет, это приблизительно какие-то три дня, только немного больше. Это как раз тоже был уточняющий вопрос. Спасибо, Ян, что заранее ответили. Также еще для сравнения, за год наступления российские оккупационные войска захватили более 1500 км2 территорий Украины, ну а Курс, как вы уже сказали, 1100 км2, и если сравнить с освобождаемыми на территории Харьковской области, то вообще в 10 раз меньше и не только. Но на Курском участке фронта российские оккупационные войска как будто бы перешли в наступление, смогли продвинуться и штурмуют населенный пункт Любимовка с применением около 30 единиц военной техники. Об этом заявил офицер ВСУ с позвонным «Аликс», что нам известно о действиях оккупантах там и почему так активизировались. А уже день рождения Путина прошло, и 1 октября тоже. Помните, мы с вами обсуждали, как будто бы Путин ставил цель до 1 октября освобедить Курскую область от вражеских бандеровцев, но что-то не вышло. Да, ну, безусловно, они, может быть, и хотели, но возможностей-то не так много у них. И сейчас, вот сегодня, да, я посмотрел уже несколько видео как раз боев в тех районах. По поводу Любимовки есть вопросы, непонятно, где там находятся российские войска, но действительно Z-каналы начали писать такие осторожно оптимистичные посты, что вот, значит, 155-я бригада идет в наступление. Украинские каналы, как раз военные и аналитики, которые связаны с военными, пишут, что идет серьезное столкновение, что много тяжелой техники российской. Но я думаю, что большое количество техники значит только одно, что она будет уничтожена. Не потому, что там, да, какие-то... Какое-то у меня такое отношение, что вот, значит, раз российская колонна, значит, точно ее уничтожат. Нет, просто обстановка на фронте такая, что пехотная атака гораздо опаснее, чем атака с техникой сейчас. Потому что техника быстро уничтожается дронами, там, противотанковыми средствами, на минах подрывается. А когда есть техника, то всегда военные концентрируются там. Либо едут на ней, либо рядом с ней находятся. Соответственно, они тоже попадают под удары и артиллерии, и всего чего угодно, и беспилотников. И мы видим, что практически всегда, если идет наступление колонны, то оно будет неудачным. И вот уже были кадры как раз, где российские БТРы прорывались к селу Зеленый Шлях, оно, насколько я помню, называется, на дороге как раз от Коренева к Судже. И российские каналы так радостно публиковали это видео. Вот, смотрите, прорываются. Там они вроде как ведут бой с украинским танком. Он вроде как отступает. Действительно, там не очень хорошо видно, но возможно. А следующее видео, как эти БТРы уже в разбитом состоянии. То есть один из них разбит, лежит на дороге уже ближе к Кореневу, другой отступает как раз к Кореневу. Он делает разворот и уезжает. То есть либо это те же БТРы, либо такие же, но явно российские. То есть что-то не так пошло с этой колонной. Я думаю, что в каком-то обозримом будущем мы это увидим. Ну, естественно, российская пропаганда будет кричать, как все замечательно, ровно так же, как они писали о агрегатном заводе в Волчанске, которые недавно российские военные пытались отбить. Тоже взяли колонну техники, посадили туда большое количество солдат и поехали. Потому что уже очень им хотелось отбить назад вот эти развалины агрегатного завода. И действительно, туда какие-то солдаты добрались и даже помахали российским флагом из одного из зданий. Только при этом колонна-то была разбита. И как минимум 4 или 5 машин уничтожены. Это просто на видео есть. И большое количество солдат погибло ради того, чтобы помахать из окошка российским флагом. Очередной флаговтык. Насколько мы поняли, о том мы с утра распереживались, честно говоря, смотря на сводки Института изучения войны, которые написали, что как будто бы удалось Волчанский агрегатный завод отбить россиянам обратно. Но констатируем на данный момент, что нет. Ну, я видел, что украинские военные пишут, что нет. Ну, какого-то прям доказательства я не знаю. Но в любом случае, ну, во-первых, этот завод, а точнее уже его развалины, они довольно большую площадь занимают. Флаг был в одном из зданий. Это тоже факт. Но я бы так сказал, если российские военные даже и отправили какую-то группу туда, и она там закрепилась, это только проблема для них. Потому что вообще-то, если мы посмотрим на фронт в городе Волчанск, то этот агрегатный завод, он находится довольно далеко от этой линии. То есть, глубже, ну, можно сказать, не тыл, конечно, но вот глубже в сторону украинских позиций. То есть, там российские военные долгое время сопротивлялись в такой, ну, практически ловушке. Они снабжались беспилотниками, снабжались редкими, прорывающимися к ним, там, броневиками, колоннами иногда. То есть, время от времени снабжение они получали. Но в целом, они были, ну, по сути, в окружении. И забрасывать снова солдат туда же, обратно, как бы, в окружение, в ловушку, это, ну, довольно странно. Наверное, украинские военные не против такого решения. И будут дальше бомбить и обстреливать эту группу, если она там находится, группа российских солдат. А те будут... Непонятно, что им там делать. То есть, они как-то сами оттуда проводить какие-то операции, угрожать украинским позициям. Они не могут, потому что силы ограничены. И они тут же оказываются под огнем. Держаться там довольно сложно, потому что снабжения нет. И, ну, в целом, кроме какой-то пропаганды, кроме вот этого вот желания показать, что да нет, мы побеждаем, значит, вот, обратно захватили агрегатный завод. Кроме этого, никакого военного смысла для российских военных держать этот завод нет. Только потерять солдат. Но, как мы видим, смысл редко ищут российские оккупационные армия. Если отправить действительно новых, то мы угостимся. Чем не угоститься, когда угощают, как любит говорить Роман Цвета, наш военный эксперт в разговорах также со мной. Ян, спасибо вам огромное за вашу интереснейшую аналитику, за то, что вы всегда все исследуете и по аргументам, фактам, и по увиденному. Всегда даете разъяснение ситуациям, которые происходят на поле российско-украинской войны. И за позицию вас, конечно же, благодарю в первую очередь. До встречи через неделю. Надеюсь, берегите себя. До свидания. До свидания. Ян Матвеев, военный аналитик, вы вместе со мной, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что были вместе с нами, что провели это время, послушав нас. Оставляйте свои комментарии. Я уверена, что вам есть, что сказать. И подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24. Все эти ваши действия помогают нашим беседам распространяться и продвигаться просторами YouTube. Берегите себя. Верти вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Субтитры сделал DimaTorzok